Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале YETI 2.0. Сегодня мы с вами поговорим про очень старую модель от американского ножевого бренда Zara Tolerance, которая имеет номер 0770. Вот так вот выглядит ножичек. И давайте, прежде чем вы мне точно будете писать, что это Beyernakle и прочее, я вам сначала расскажу, откуда она появилась, кто ее дизайнер и что было раньше, а что уже является вторичным продуктом. Итак, данный нож является второй версией, более бюджетной, ну, наверное, одного из самых известных ножей Zara Tolerance. Это модель 0777, которая сначала выпускалась в качестве лимитки. У нее был композитный клинок из Ванекса и обух из Дамаска. Затем были серийные версии на стали М390. И уже потом, как уменьшенную версию с более коротким клинком в 3,3 дюйма, а версия 777 была 4-дюймовая, появился вот этот нож. И тут сразу стоит отметить, что это собственный дизайн компании Kai. А точнее, руководителем проекта был Джим Макнейр и энтузиасты из группы R&D. Но, несмотря на это, в 2011 году на Нью-Йоркском Knife Show компания Майкротек во главе с Энтони Марфионой представляет свой проект X, который впоследствии будут называть Матрикс. И что вы думаете? Там было точное копирование этого дизайна. Далее был суд, который Майкротек проиграл. Им запретили выпускать этот нож. И через какое-то время Кершуу решили постебаться над Майкротек и сделали модель Натрикс. Не Матрикс, а Натрикс. Как бы в напоминании о том, что они победили. У этого ножа, у самого по себе, было огромное количество различных лимиток, цветовых решений. Был он и на алюминии, там с Элмаксом. Был он и на карбоне. Был вот он, знаете, самая, наверное, самая такая желанная лимитка этого ножа как раз была на карбоне со сталью CPM-4 с черным клинком. Ну и позже уже на базе этого ножа появились всякие Бернаклы, линки и прочее, 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 которых тоже дофигища. По сути, это один тот же нож, один тот же дизайн, который туда-сюда крутят и пытаются на этом заработать. Но вот это был первенец, так же, как и 777-й. Сам нож предоставлен на обзор замечательным ножевым магазином Безблэйд. Ссылочка на сам нож и подборку ЗТ будут в описании к видео и в закреплённом комментарии. Также напоминаю, что всем зрителям моего канала Безблэйд предоставляют отличную ножевую скидку, воспользоваться которой вы можете просто перейдя в одну из моих социальных сетей ВКонтакте, Телеграм и в описании группы или Телеграм-канала найти тот самый заветный промокод. Давайте я вам расскажу про его характеристики. У ножа очень приятный вес в 88 грамм. Тоненький, аккуратненький, отдельный темлячный штифт, алюминиевый бэкспейсер, открытая конструкция. Видите, что накладочки сделаны из карбона, да, поскольку вот если вы посмотрите в торец, вы увидите именно волокна, что это не G10 с наклейкой под карбон, а полноценный карбон. Разбирается всё одной битой, к сожалению, антипроворота здесь не положили. Длина рукоятки 110 мм, в самом толстом месте 10 мм. Как вы видите, есть у нас глубокая клипса. Раньше они были вороненые, теперь она покрашена, причём покрашена как будто из баллончика, такая, знаете, с шагренью, с такими вот бугорками с какими-то. На кармане нож располагается очень комфортно. Самое главное, что про левшие подумали, и клипсы переставляются на противоположную сторону, и здесь сделаны закладные, да, что вкручивается это всё дело всё-таки в металлические бонки. Относительно клинка. Так, во-первых, работает всё на асисте, классическом, как у блюра. Здесь внутри лежат бронзовые шайбы, одна побольше, одна поменьше. Это сделано для того, чтобы с одной стороны у нас крепится пружина, и там, ну, нужно побольше места. А с другой стороны у нас только шайба используется как шайба. Лайнер-лок, толщина лайнера полтора миллиметра, стальной шар детента, который легко заменить. И, собственно, клинок 83 миллиметра длины, все 83 полезных. Вообще сказать, что режущая часть начинается, ну, вот режущая кромка начинается раньше, чем вот этот передний упор. Вы видели, что это флипер, 3 миллиметра в обухе. Это сталь S35VN, заявленная твёрдость 59,61 единица. Я сам эту сталь от ZT не тестировал, ну, или, по крайней мере, я не очень про это помню. Самый яркий пример тестирования этой стали, это Саша Вининул, Zero Tolerance 550, да, которая у него там занимала самое высокое место в рейтинге. Сведение чисто ZT, равномерно 0,6 по всей длине. Вот здесь ширина 28 миллиметров и 21 из них это прямой спуск. Финиш клинка, разумеется, Stone Wash. Вообще, вот, как бы, для нарезки в руке располагается очень неплохо. Ну, и вот, вот эта вот сама форма, вот такая вот здесь поднимающаяся, здесь так вниз уходящая, я не могу сказать, что это прям классический шипсфуд, да, но вот сама вот эта форма мне, честно сказать, нравится. Давайте для лучшего понимания габаритов данного ножа сравним его с другими известными ножами. Субтитры сделал DimaTorzok На мой взгляд, это просто отличный EDC нож. Понятно, что сейчас у него есть огромное количество вариаций и, признаться по правде, он по цене уже не такой интересный, как он был раньше. Опять же, Бэйрнакл стоит сейчас дешевле, можно этот дизайн взять сэндвиком, можно поискать лимиточку Бэйрнакла, еще на вторичке встречаются с карбоном и с, там, с М390, либо с 20CV, там, вот, ну, как бы, с аналогами, да, американскими. Можно. Ну, это такая вот, затешечка из прошлого. Давайте мы ее разберем, чтобы посмотреть, что у нее внутри. Далеко не каждая бичманда разбирается одной твердкой. В моем случае, это восьмерка. Вот, смотрите, нет никакого антипроворота. Фиксатора не пожалели. Но то, что не сделали антипроворот, это, конечно, плохо. Так, ладно. Здесь тоже, наверное, будут сложности. А, нет. Конструктив очень похож на блюр. Есть у нас внутри бункер, в котором густая смазка. Здесь вы видите, что у нас сделаны закладные. Закладные у нас, ну, из латуни, либо из нержавейки. Вот, в принципе, упорный штифт, это темлячный штифт. Вот та самая крышка. И пружина ровно такая же, как у блюра. Тоненькая крышка. Бэкспейсер. И точно так же, как у блюра. Одна шайба маленькая, одна шайба большая. Алюминиевый спейсер я снимать не буду, потому что нужно откручивать в противоположную сторону. Здесь все то же самое. Такой же, как у блюра. Лайнер. Достаточно толстенький. Бронзовая шайба. И прослабление лайнера сделано вот такой вот просто выборкой овальной. Здесь есть вот прям отверстие такое, для которое можно подсунуть, поддеть, чтобы вытащить лайнер, потому что он подогнан очень хорошо, он не ерзает. Собственно, вот так выглядит клинок. Это вот у нас для того, чтобы зацепить пружину. Меньшая шайба. У меня, прошу прощения, палец травмирован. Не очень комфортно все это дело делать. Вот. А вот это у нас отверстие детента. Ну, конструкция классическая, как у блюра. Знаете, тут внутри все вот чисто по-затешному, чисто по-кершовски. Слава богу, из старых кершей и затешек, что здесь нет тебе стальных подшипников, нет у тебя вариантов без подложек, а у зате были и такие. И это просто неплохой очень такой нож, который может работать со снятым ассистом или, не дай бог, он у вас лопнет. Его можно снять, и это будет просто флик. Единственное, вам придется его притереть, и все. Потому что шайник детента здесь есть, детентовое отверстие здесь тоже присутствует. Поэтому это именно вот неплохой такой вот EDC-шничек легенький, вес всего 88 грамм, приятные материалы, теплые, все. Тут вопросов нет. Вопрос только в том, что подойдет ли он вам по цене, тут вы должны решить сами. Это скорее, знаете, как для ценителей старых ZTE, и вот если у них этого еще нет. Поэтому тут как бы каких-то косяков, кроме как стальной шар детента, который всегда стоит у Zero Tolerance, и не только у них, который, слава богу, можно легко заменять. Я каких-то других нюансов в конструкции не нашел. Сам нож по себе мне нравится очень давно, и я вот повторюсь, я очень хотел в свое время его версию со сталью CP-MM4 и в DLC-покрытии. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. На этом, наверное, и все. Всем спасибо. Пока.